Сегодня королеву памяти клянемся. Достойны будем мы его во всем. Что мы решили, обязательно добьемся и колледж наш не подведем. На смену клятвам торжественные речи. За ними песни прошлых лет. 16-й год подряд, каждое 14 ноября, Политехнический колледж проводит митинг в честь дня рождения Евгения Королева. Но сегодня привычные рамки расширились. Возле бюста легендарного строителя нынешние студенты заложили капсулу времени с обращением к студентам 2043 года с заветом чтить память о Евгении Королеве. Евгений Королев для студентов Политеха человек-легенда. Но этим ребятам повезло. Узнать о первостроителе они могут гораздо больше, чем в интернете. Почетные гости дня памяти – те, кто был знаком с Королевым лично. Какой живой, взрывчатый. Его знала вся стройка. Почему? Потому что любой объект он знал снизу до верха. Знал не только любой объект. Каждого подчиненного по имени. Был человеком ярким, энергичным. Из 70 лет стажа 38 Евгений Никифорович посвятил Нижнекамску. За годы его руководства управлением строительства Татэнергострой были возведены заводы нефтехима, шинные, сданы в эксплуатацию турбины ТЭЦ и сотни тысяч квадратных метров жилья. Евгений Королев был человеком разносторонним. И несмотря на то, что большую часть времени проводил за работой, очень увлекался поэзией Пушкина, Есенина, Евтушенко. И мало кто знает, что сам он тоже писал стихи. Вот, к примеру, это. Отзвенели годы молодые. Трафаретно жизнь моя пошла. День на день, как близнецы родные. Считаю их теперь я не спеша. Это произведение он написал незадолго до смерти, как напутствие потомкам. Десятки разноцветных шаров взлетают в небо. Сотни гвоздик ложатся у постамента прославленному строителю Нижнекамска. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости НТР.